Добрый вечер! Вы смотрите третий канал программу «Главная тема» в студии Владимир Соловьёв. На этой неделе с новой силой разгорелся скандал, связанный с расформированием подмосковной авиабазы «Кубинка». Знаменитые пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» собираются выселить в Липецк. Кстати, именно в «Кубинке» сейчас собраны лучшие силы ВВС, экипажи самолетов и вертолетов, которым 9 мая предстоит пролететь над Красной площадью. Эту ответственную работу летчики уже сейчас называют «последним парадом». На месте военно-воздушной базы «Кубинка», видимо, скоро появится первый в России аэропорт для бизнес-авиации, с которого будут летать с комфортом вип-пассажиры. Как говорят инициаторы этой идеи, переделка военного аэродрома под гражданские нужды не потребует особых затрат. В ситуации разбирался Александр Лякин. Совсем скоро, 9 мая, тысячи москвичей будут поднимать голову вверх в надежде увидеть русских «Витязи» и «Стрижей». Возможно, их появление в московском небе последнее. Дело в том, что эти пилотажные группы переводят из Подмосковья в Липецк. Да и само их существование под большим вопросом. Вместо военной авиабазы в Кубинке будет аэродром для бизнес-авиации. Известный коммерсант Сулейман Керимов покупает, а Министерство обороны продает, чтобы обеспеченные люди с соседней Рублевки могли улетать отсюда на бизнес-джетах. Пилоты знали об этих планах, но только накануне Дня Победы назрел грандиозный скандал. Говорили, что российские асы отказываются участвовать в параде Победы над Красной площадью. Ну, 9 мая они, наверное, будут участвовать, потому что подготовка идет, это указ президента, тут ничего не сделано, естественно. Но после 9 мая они могут начать уже расформирование, переводы, уже им не до полетов. Они будут уже сундуки собирать. Почетный президент авиасалона «Макс» Магомед Толбоев боится, что русские «Витязи» и «Стрижи» впервые не будут участвовать в показе авиатехники на «Максе». Пилотажные группы из Франции и Италии будут, а наши нет. Герой России он говорит о том, о чем не могут слух сказать действующие офицеры. Перевод в «Липецк» — это только повод. А как они живут? Да живут они в бараках. Не живут, видите, русские знаменитые, «Стрижи» достойно. Как их выселит в «Липецк»? Как вы думаете? Что в «Липецке» дома построены? Что в «Липецке» офисы построены? Их выкинут палатки, бараки, еще хуже. А ведь все-таки здесь у них уклад жизни. У них гаражи, где субботу, воскресенье начинят машины, общаются. Все-таки датчик вот маленький, ну как-то. Ну жизнь, люди, дети, жены. Какой у них охлад? Максимум 12 тысяч рублей. Попробуй прокормить семью. Полковник ВВС за 12 тысяч рублей. Это позор. Сами пилоты от комментариев отказываются категорически, но известно, что все они против перебазирования части. Разница большая. Разница в базировании. Разница даже в «Максе». Подлет на «Макс», подлет на «Красную площадь». Это нужно вешать баки. Известный летчик, в прошлом участник пилотажного звена «Небесные гусары», а ныне начальник Кубинского аэроклуба Александр Горнов, с гордостью показывает свое авиахозяйство. Он знает, что в Министерстве обороны готовится приказ, который он лично выполнять не собирается. Его аэроклуб тоже выгоняют из Кубинки. А если завтра война, кто пойдет в бой? Летчика готовить не один день нужно. А у нас 127 практически готовых пилотов. Из них 20 человек летает самостоятельно. Поначалу в аэроклубе обрадовались планом строительства здесь гражданского аэропорта. Дополнительные инвестиции, да еще во время кризиса, это новые рабочие места, а также наверняка новые курсанты. Лично для меня, наоборот, присутствие здесь сегмента деловой авиации, наоборот, выгодно. Но в Министерстве обороны посчитали, что продавать площадку надо пустую. Без военных самолетов и без гражданских. Товарищ главком военно-воздушных сил, а совесть у вас осталась? Если у вас знаний правовых нет, совесть у вас хоть осталась? Вы что, разве не помните, что было на том месте, где сейчас этот аэроклуб находится? Там всегда была свалка. Впрочем, есть и те, кто не верит ни в какой бизнес-аэродром в Кубинке, который расположен в 64 километрах от Москвы. Говорят, что перепашут взлетное поле и построят коттеджные поселки. А что, направление самое подходящее, Минское шоссе. Не верю, потому что у меня есть примеры. Тот же Сулейман Керимов, что делал с Внуковым, он купил задешево, продал задорого. И здесь тоже. Они купят его задешево и продают 10 дороже. Это афера. Вот рядом, Быково. Возьмите пустой аэродром, гражданский. Великолепные подходы. Все есть. Инфраструктура. Ну возьмите этот аэродром. Почему именно надо у Министерства обороны выкупить? Масштабные сокращения, которые объявлены в ВВС, пугают многих военных летчиков. Примечательно, что Кубинка самый крайний на западных границах России военный аэродром. И хотя эту базу часто называют декоративной, но любой из пилотажных истребителей хоть сейчас можно установить вооружение. Совсем недавно Кубинку посетил президент Дмитрий Медведев. Пилоты прокатили главу государства на истребителе-бомбардировщике Су-34. Но про свое будущее спросить верховного главнокомандующего постеснялись. Александр Лякин, Михаил Балухин. Главная тема. Александр Лякин. Главная тема.